Проект «Бизнес-инкубатор» филиала торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа для старшеклассников начал свою работу в Видновской школе номер 5. В дальнейшем к постижению основ предпринимательской деятельности присоединились и другие образовательные учреждения муниципалитета. Мы разработали программу полноценную на целый год, где хотели работать с заинтересованными детьми, которые видят себя в будущем предпринимателями. Но так как мы начали очень ярко и этот проект вызвал огромный интерес, к нам присоединилась 11-я школа, к нам присоединилась школа номер 7, первая школа, колледж в Москве и институт. В течение года ребята знакомились с основами финансовой грамотности и разрабатывали собственные бизнес-идеи. Еженедельно к старшеклассникам приходили опытные предприниматели, рассказывали, с чего начинали свое дело, какие ошибки допустили и как их удалось исправить. В этом году очень много интересных встреч, которые позволяли ребятам раскрыться, и мы увидели, насколько детям этот проект действительно нужен. Итоги работы программы подвели в седьмой школе. В актовом зале учебного заведения прошла интеллектуальная игра, в которой приняли участие старшеклассники, участвующие в проекте. «Прекрасное событие. Мы как раз узнаем уровень ваших знаний и оценки. Мы сегодня ставить не будем, но какие-то призы и отметки мы, естественно, для себя поставим на будущее». В рамках интеллектуального состязания ребята отвечали на вопросы и защищали проекты. По задумке организаторов все работы были перепутаны, и участникам пришлось проявить все предпринимательские способности, чтобы защищать бизнес-идеи своих соперников. «Мы рассматриваем такие варианты, как производство микросхем, поскольку это всегда актуально. Конкретно в нашей стране очень слабая конкуренция здесь, то есть мы будем больше монополистической организацией». Матвей Долтов не собирается связывать свою будущую профессию с предпринимательством. После окончания школы планирует поступать в театральный институт. Стал участником программы «Из любопытства». В процессе учебы разработал несколько бизнес-проектов. «Экология никогда не перестанет быть актуальной, потому что в последнее время экология не только в нашей стране, но и во всем мире она ухудшается. Глобальное потепление и другие проблемы влияют на нашу экологию. Если люди не будут ее защищать, то ничего не будет получаться». По итогам игры не было ни победителей, ни проигравших. Главная задача – чтобы ребята проверили свои знания и в будущем удачно применили их на практике. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ.